Доброе утро! Вы смотрите новости на Катунь-24. С вами Анастасия Борисова. И переходим к выпуску. 232 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае. Выздоровели 102 пациента. Также зафиксировано 15 смертельных случаев, 5 из них от коронавирусной инфекции. Всего же в крае больше 21 тысяч инфицированных, из них 18 тысяч выздоровели. Сейчас лечение в госпиталях проходит больше 2,5 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, больше 2 тысяч пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба тяжелобольных 661 пациент, на пратах ИВЛ 177. Всего же за период пандемии в регионе скончались 915 инфицированных, в том числе из-за коронавируса 449. И продолжаем. Трассу от краевой столицы до Павловска расширят до 4 полос. Участок дороги от Барнаула до Павлодара через Павловск, Кривриху, Романово и Кулунду начнут реконструировать в 2021 году. Всего запланировано отремонтировать 400 километров трассы. Закончить дорожники планируют 2024-му. Из федерального бюджета на ремонт ежегодно будут выделять около полутора миллиардов рублей. В первую очередь отремонтируют участок от Мамонтова до Романова и Родина. Чуть позже начнутся работы на щебеночном покрытии дороги. Одновременно с этим будут ремонтировать участок от Барнаула до поселка Шахи. Алтайские ученые разработали инновационный компонент заживляющих мазей. Проект не имеет аналогов в мире. Благодаря грантовой поддержке исследователи планируют провести опытные испытания препарата и в перспективе наладить промышленное производство. В лаборатории побывал мой коллега Глеб Полянский. Проект создала группа молодых ученых Алтайского госуниверситета. Один из ключевых разработчиков – аспирант Ксения Старожилова. Два года назад она уже становилась победителем программы «Умник» фонда содействия инновациям. А в 2020-м жюри конкурса «Старт» признала ее работу лучшей в направлении биотехнологии. Суть в новом способе получения ангиогенина. Этот полнофункциональный белок способен стимулировать рост мелких сосудов – капилляров. В мире нет аналогов. В мире ангиогенин больше используется для диагностики рака. Мы решили, что мы создадим более, так скажем, лучшую технологию и получения ангиогенина. И у нас будет своя рецептура крема. И этот крем предполагается, что он будет заживлять. Например, он подойдет людям, у которых рубцы на руках. Тем, кто работает на химпроизводствах различных. Грант в размере 2 миллионов рублей позволит ученым в течение года провести комплекс опытных испытаний. Пока не на людях, а на куриных эмбрионах. Этого вполне достаточно для получения достоверных свидетельств эффективности препарата. Его основу – ангиогенин – производят специальные бактерии. Сейчас мы поместили колонию в питательную среду. И она, опоставим ее, растится на ночь. И с завтрашнего дня мы продолжим с ней работу. Пробирку с бактериями помещают в установку, где образец нагревают и насыщают кислородом. Это способствует росту белка. Разработкой ученых классического университета уже заинтересовались крупные производители косметики и пищевых добавок из Алтайского края и других регионов Сибири. В будущем такое сотрудничество позволит наладить промышленное производство ранозаживляющих кремов и гелей. Глеб Полянский, Михаил Лифуншан. Новости. И продолжаем. Вторая волна пандемии не сказалась на турпотоке в Горный Алтай. Планы многих россиян в новогодние праздники уже известны. Сейчас турбазы забронированы почти на 100%. Гостям на Новый год предлагают активный отдых. Конные прогулки, катание на снегоходах и хаски. Также будут подготовлены бани и новогодние банкеты. Традиционно в программе будут экскурсии на Чемальскую ГЭС, остров Патмос, на Камышлинский водопад и в Тавдинские пещеры. На горнолыжном курорте Манжирок этой зимой планируют запустить сразу пять трасс. В прошлом работали только две. А вот зимние туры в Белокуриху туристов мало заинтересовали. Данные предоставил Турстат с 15 октября 2020 года по 10 января 2021. И на этом у меня все. С вами была Анастасия Борисова. Не переключайтесь и смотрите Катунь-24. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова